Народ, всем привет! Сегодня мощнейший эксклюзив. Мы добыли iPad Pro 2024 года, 12,9 дюйма, OLED-экран, M3-процессор прямо с завода Foxconn. Всего 700 тысяч рублей платишь специальным людям, и через Дубай, через все эти сложные логистические коридоры, оно прилетело ко мне. Зашлите, пожалуйста, быстрее этот пакет классный, вот же он! Если я правильно понимаю китайский, тут в принципе что-то такое и написано про iPad Pro, бла-бла-бла. Сейчас распакуем и узнаем, что внутри. А пока у меня на столе два эпохальных iPad'а. Не первый, как вы могли подумать, а тот самый второй, с божественным магнитным смарт-кавером. И я могу делать так хоть целый день. Это было настолько великое величие в 2011 году, когда ты мог вот так вот кайфовать. Когда ты мог вот так вот кайфовать. Как же это все красиво-то, а? Ну ты понимаешь, это вот... Ладно. Со временем крепление доработали. Это был такой прогресс по сравнению с ублюдком 2010 года. Тонкий, классный, камера раз, камера два. Нормальный, собственно, сам по себе кавер. Все было гениально. И следующим гениальным iPad'ом стал какой? Правильно, iPad Pro 2018 года. С Face ID, с увеличенной вот такой вот диагональю. Ты посмотри, какая красота. Рамочки вот эти тонкие. Этот iPad, напоминаю, вышел вперед iPhone'а. И мы тогда кричали и говорили, как же хочется iPhone в таком дизайне. И потом нам дали, и мы кайфовали. И случилось страшное, ребята. Красота. В 2023 году компания Apple не обновила iPad вообще никакой. Потому что, конечно, за всю историю не каждый iPad обновлялся каждый год. Мы помните, потеряли в какой-то момент Mini. Air тоже бывает там не каждый год к нам заезжал. Но базовый iPad обновлялся каждый год. И прошка. С тех пор, как она появилась, в целом тоже обновлялась каждый год. А в 2023 году нам сказали, ребята, М.2 процессор и так охренительный. Вы видели, что с его помощью можно делать? Можно, не знаю, монтировать видосы. Можно в DaVinci что-то делать. В DaVinci монтировать на iPad'е. Не, берете сюда. Надо меня сюда брать. Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? В дурку поедем. Какую дурку? Какую дурку? И вы скажете, это логично. Ведь iPad, даже этот, 2011 года, спустя 13 лет, ты все еще можешь зайти в Safari, даже на YouTube и посмотреть видосики. И у многих такие планшеты до сих пор есть. Батарейка три раза помененная. И нехай работает. И для того, чтобы смотреть обучающие видеоролики, вам в принципе больше ничего не надо. Я потому что постоянно говорю о том, что обучающие видеоролики это то, для чего вообще создавался iPad. Да, Мария, я с тобой согласна, что iPad это отличный девайс. И не только для просмотра обучающих видео. У меня даже есть отдельный видеоролик, где я говорю, ребята, make iPad, мать его, great again. 10 пунктов, как сделать планшет снова великим. Вам нужно 12,9 мало, 14,9, 14,6 дюйма давайте. Пылевлагозащиту давайте, OLED-экран давайте, приколюхи в iPadOS давайте. Знаете, в чем проблема? Берешь какой-нибудь Galaxy Tab S9 Ultra, и там тебе и большая диагональ, и пылевлагозащита, и все радости жизни. И нахрена вообще iPad нужен? Еще и который стоит страшных денег. Можно сделать вот так. Миша, твой выход. И что, он даже не утонул? Это тоже лайк. IP68, ты прикинь? Серьезные движения. За эти годы мы что только с вами с iPad вообще в принципе не делали. Конечно же, я помню, когда в 2018 вышел этот новый дизайн, все такие, он слишком тонкий. Он погнулся. Смотри, он гнутый. Я хотел сказать, что, чтобы погнуть iPad, надо быть криворуким имбецилом, но оказывается... Потому что мы тестировали с вами, даже маленький 11-дюймовый iPad можно погнуть просто руками. Привет, Siri. Ты как себя чувствуешь? Прекрасно. И вот тут мы с вами приходим к той самой простой мысли, что сегодня я самый большой любитель iPad'ов на Руси. Хожу знаете с чем? С iPhone'ом. Потому что нахрена мне iPad, когда у меня есть огромный 6,7-дюймовый экран, а в этом году, по слухам, будет 6,9 в iPhone 16 Pro Max. И вот, вот все, вот это вот, это же кайф, понимаешь, кайф. Либо в моем рюкзаке валяется вот эта красотулечка. Это не что иное, как iPad mini 6. И мне его тоже более чем за глаза хватает. И больше того вам скажу. Я знаю, чем отличается iOS 17.4.1 от iOS 17.4, но на моем iPad mini стоит iOS 15.6, что-то там. Да потому что насрать вообще. В общем, Apple пыталась сделать из iPad'а некий аналог компьютера, постпися эра. Нам об этом рассказывали, Magic Keyboard презентовывали. И мы с вами не раз отмечали, что iPad Pro 13 дюймов с клавиатурой Magic Keyboard весит больше, чем MacBook Air 13 дюймов на том же самом процессоре. Но MacBook это классный трекпад, это macOS, это хреново туча возможностей. iPad это все равно устройство для потребления контента. Apple очень хотела сделать из этого какой-то новый вид компьютера. Ни хрена не фортануло, не получилось. Но ребята, конечно, шли к успеху. Однако отсутствие планшета в 2023 году не просто так. У них явно какой-то тупик в плане идеи развития, как с Apple Watch. Они показали Series 9, но лучше бы не показывали. И вот, наконец-то, я что так издалека-то зашел? Вы скажете, Валя воду лил, опять какой-то фигни рассказал. У меня большие-большие надежды на iPad Pro 2024. Ну а чтобы вам этот ролик оказался полезным, сейчас расскажу, что сегодня вы в Мегафоне можете активировать мегасилы абсолютно бесплатно и кайфовать в полный рост. Мегафон дарит безлимит на соцсети всем, а постоянным абонентам безлимиты на видео. Активируйте подарочные мегасилы прямо сейчас в мобильном приложении, либо на сайте. До 12 мая 2024 года вы можете активировать бесплатно и без абонентской платы следующие классные мегасилы. Безлимит на соцсети. Ну, тут все понятно. Мегасила предоставляет неограниченный трафик на ВКонтакте, Одноклассники, Твич и не только. В месяц можно сэкономить в среднем около 5 гигабайт. А с безлимитом на видео с этой мегасилой вы получаете, опять же, безлимитный доступ к YouTube, Routube и экономите уже там порядка 9 гигабайт. Напоминаю, что мегасила это уникальный параметр на тарифных планах, с помощью которых вы можете настроить тариф под себя. По это дело, чем старше тариф, тем больше мегасил вы можете выбрать. Реально удобно, я сам активно пользуюсь и, ну, собственно, при 5G по умолчанию просто включаешь и кайфуешь. А с новыми классными опциями теперь можно еще и меньше тратить. Так что переходите на мегафон, если еще нет, а если пользуетесь, пожалуйста, опять же, не пропустите такую классную акцию. Давайте попробуем перевести, что здесь написано, потому что надеюсь, что что-то интересное. Так, 2024 год, это я и без вас понял. Племя Вилса, окей. Совершенно новый Б. Так, так, совершенно новый, это мне нравится. Вот здесь что? Пожалуйста, это отдел, это племя. В деревню. Ноль заполнено. 20 квадратных метров. 6 совершенно... Что это за хересь вообще? ПК. В полном порядке. Ну, будем надеяться, что здесь планшет. Готовы ли вы лицезреть величие? Ну, здесь в комплекте идет еще, смотри, кавер. Да, он сейчас называется фолиообложка. И жалко, что Apple перестала делать нормальный кавер. Это очень грустно. А также я вижу, что здесь написано 128 гигабайт. Apple, получается, до сих пор делает iPad'ы на 128 гигабайт. Как это стыдно, ребята, в 2024 веке делать все еще жалкие 128 гигабайт. Ох, ну ладно. Ну, смотри, упаковано прямо хорошо. Чувствуется, с любовью люби делать. Не вот это ваше все. Готовы? Это что? Я не удивлюсь, если там внутри вообще не iPad. Это iPad. Какой-то замятый. Кто это упаковывал вообще? iPad Pro 2024, дамы и господа. Зарядка, проводок в комплекте. Есть ли яблочки? Вот в чем вопрос. Есть. Потому что знаете, где их нет? В комплекте с Apple Vision Pro за 3500 долларов. Я не знаю, почему Apple не положили яблочки. Это прям стыдно. В данном случае все окей. Я так понимаю, что фолио подходит. Обложка просто от прошлогоднего iPad. Позапрошлогоднего. Вот это оговорочка. И по факту в этом направлении ничего не изменилось, да? Ладно, б***ь. Это все первоапрельский розыгрыш. Мы просто взяли iPad 6-го поколения, прошку. 2022 на M2. И решили, что будет забавно выдать его за iPad Pro 2024. Потому что, во-первых, все это случится в мае. Ждали анонсов в марте, а хрен там плавало. Знаете почему? Потому что компания Samsung Displays не смогла произвести нормальные дисплеи для новых iPad'ов. OLED-матрицы. И компания Apple была вынуждена часть заказов передать LG. И вот теперь будет хорошо. И сделают они как положено. Потому что готовится целая линейка, мать его, iPad'ов. И кроме прошек понятных, будет еще iPad Air впервые на 12,9 дюйма. То есть подумайте. Вы можете взять большой, но относительно базовый iPad. Что нам в принципе и нужно. И возможно, мы как раз получим и всякие другие радости. Такие как, конечно же, процессор M3. Который, на мой взгляд, здесь нахрен не нужен. Но тем не менее, почему нет? Процессоры есть, давайте ставить. Ну и, конечно же, чуть-чуть обновленный дизайн. Я уж не знаю, насколько там будет титановый корпус. На мой взгляд, алюминий в данном случае более чем окей. Ну и, конечно же, какой-нибудь Dynamic Island можно добавить. Офиг ли нет? Опять же, OLED-экран, Dynamic Island. Нужен ли он iPad'у? Да в принципе, нахрен не упал. Потому что iPad, он вот не про это. Ни Dynamic Island'ами, ни титановыми корпусами ты людей не заставишь купить Wonder Waffle за 150-200 тысяч рублей. Зачем? Зачем мне iPad на OLED-экране? Здесь нам показывали, когда вот презентацию, говорили, мини-лет, Валя, 10 тысяч мини-летов, охренеть. И ты сидишь такой, а что-то не так, чтобы сильно большая разница. Вот когда ProMotion подъехал и 120 Гц впервые, кстати, появился именно в iPad'е. Первый продукт Apple массово принес 120-гельцовые экраны в портативные устройства. Когда вы верещите, что почему в iPhone'ах 60 Гц? Потому что, ну, компания решила, что на базовом iPhone'е и 60 хватит. А в целом, Apple всегда была пионером. Потому что и USB-C был первый, где? В MacBook'е 12-дюймовом. И, конечно же, вот эта вся история впервые внедрялась Apple'ом. То они потом тормозят зачем-то, я не знаю. Ну, потому что это корпорация, мать их заново. И проблема современного iPad'а, еще раз, в том, что он просто не нужен. У меня есть MacBook, у меня есть iPhone. Все, нахрен не нужен iPad. Не нужен. Поэтому, если он будет с чуть более тонкими рамками, с OLED-экраном, можете сразу вутили его. Можете его не выпускать вообще. Тим Кук, я знаю, что ты меня смотришь. Поэтому прислушайся, наконец-то. У тебя еще есть время. Можете до июня отложить. Напоминаю, что, кстати, 10-го числа случится WWDC 2024, где нам презентуют iOS 18, iPad OS, видимо, тоже 18. И вот тогда хочется, чтобы это случилось, ну, какое, я не знаю. Мне кажется, логичным шагом уже, знаете, уже хватит мять вот эти, понимаешь, пятки. Возьмите и воткните macOS в iPad. Все. Вопрос будет закрыт сразу. MacOS в iPad. И все. Все. Нахера? Не знаю. Но как будто логичный шаг, понимаешь? Вот логичный. Потому что все остальные полумеры кажутся какими-то прям грустными и печальными. Ну и, конечно же, конечно же, хочется и диагональ больше, и выливлагозащиту. Ну, кроме шуток. Классный девайс, чтобы сидеть в ванне, например. Садишься в ванну. Блин, буль-буль-буль-буль-буль. Уплыл, все, кайфуешь. А это все. Деньги на ветер. И да. Я хотел разыграть этот iPad. Потом решил, что не разыграю, потому что это 1 апреля. Я вас обманул. Нет, не обманул. Или обманул. Не знаю. Проверьте в нашем телеграм-канале. Обманул, не обманул. Возможно, будет розыгрыш. Возможно. Ну, а вам обязательно надо поставить... Что? Вам надо поставить лайк, ребята. Потому что мы стараемся для вас. И вы скажете, Валя, 1 апреля придумал какую-то херню, нас всех обманул. Обманул, мы тебе поставим дизлайк. Не можете поставить дизлайк. Я засейвился. Знаете почему? Потому что сегодня, 1 апреля 1976 года, была основана компания Apple. Вот в этом самом гараже. И на такой видос просто нельзя ставить дизлайк. Все. Потому что 48 лет исполняется компания Apple. Еще 2 года и будем праздновать 50-летний юбилей. Я так напью сидра. Вы охренеете. А пока? Пока.